Я опять перед вами. Сегодня у нас, у меня вернее, задача ответить на вопрос моему другу. Один мой интернетовский друг попросил меня рассказать о своих планах по, как это выразиться, по постройке токарной мастерской. Ну, можно так выразиться. Можно, друзья, я думаю, можно. И так я решил сегодня всё-таки сделать такой небольшой фильм. Хотя мне друг сказал, все цены указать. Представляете, я укажу цены, это нет проблем. Разнообразие цен, ну, просто огромнейшее. И выбор станков, ну, просто ещё огромней. И токарных, и фрезерных. Я вот сегодня в этом фильме хочу вам показать, что мне нужно для моей мастерской. Естественно, для начала, друзья, не, хочу сказать, что сразу я, конечно, никогда не куплю. Ну, можно начинать по частям, понимаете. Но сразу бы надо купить обязательно два станка. Три, четыре. Ну, по обстановке. Итак, друзья, значит, я бы купил токарный, фрезерный. По отдельности, комбинированный не хочу. Надо отдельно покупать. И вот, значит, я сегодня в этом фильме отвечу на вопрос моего друга. И я не знаю, для чего это ему. Он мне не открыл секрет. Ну, может быть, Тора хочет себе мастерскую организовать. Правильно хочет. Но реквизиты свои, друзья, как он меня просил, я давать не буду. Я вам уже объяснял. Я вам многократно объяснял. Хотелось бы последний раз объяснить. Вы мне честно помогли. Я купил новую камеру. Теперь я буду ей зарабатывать. Понимаете? А выпрашивать я у вас больше деньги не буду. Не буду. Я уж как-нибудь, пусть время продлится, станет дольше. Но я заработаю через интернет. Понимаете? Сейчас у меня уже два источника в интернете. Ещё если когда начнут покупать фотокарточки... Ой, блин, ва! Я быстро. Но не будем ускорять события. Я буду идти к цели своей медленно, но уверенно. У меня ещё 39 лет в запасе. Пусть я 30 буду идти к цели. А 9 лет я буду вам показывать какие-нибудь токарные приколы. Понимаете? Шоу! Всё, друзья. Вступительная речь закончилась. Теперь я начну по порядку вам показывать и объяснять, что... Какие станки я бы выбрал. Понимаете? Всё. Вперёд! Вот, друзья, я хочу начать вот с этого токарного станка. Вот эта фирма, похоже... Ну, вы о ней можете конкретно прочитать на этом сайте. Очень хороший сайт. Купить этот станок можно, естественно, через интернет. Сейчас это всё делается очень просто. Тут, представляете, всё расписано полностью, друзья. Я почему выбрал именно этот станок? Хотя цена у него... Вот, смотрите, 200... Ну, грубо. Давайте скажем 300 тысяч. Да, 300. Ну, я округлил. Понимаете? Вот. Но... Все знают, народная мудрость гласит. Скупой платит дважды. А можете и больше. Поэтому... Вот этот станок меня чем устраивает? Он очень современный. Довольно-таки на нём... Он винторезный. Понимаете? Я могу резьбу нарезать. И вот данные его, да? Сейчас мы с вами дойдём и до данных. Давайте сначала приблизимся. Друзья, я вот сейчас нажимаю на станок. Что... Вот он. Видите? Какой красивый станочек. Вы просто... Тоже поражены со мной вместе. Копировать мы не будем. Оп. Ну, ладно, не будем всё равно. Вот заметьте, друзья. Я вам хочу, кто не знает, вы чтобы отличали. У винторезного обязательно должно быть два вала. Видите? Вот два вала, друзья. У которой резьбу не режет один. Он только точит. Один-единственный. Вот этот мне очень понравился. Хотя и цена не очень нравится. Но это крутой. У него и шпиндель около трёх. Ну, вот данные, друзья. Давайте сейчас мы... Вы, кто захочет посмотреть, да? Тот зайдёт в данные этого станка. Ну, что ты вот затемнился, гад? Друзья, это я так работаю с этим. Тупой я, но вы поняли. Ладно, не уходишь, не надо. Копировать мы не будем. Так, друзья. Теперь мы, значит, вот ТТД. Ну, надеюсь, вы без меня разберётесь. Я вот вам показал то, что я хочу. Понимаете, вот такой, примерно, такой станочек я хочу. Значит, так, друг мой, записывай. Триста тысяч. Чик. Отчислили. Триста тысяч. Теперь, друзья, перед вашей очей предстал фрезерный станок. Я не стал особо есть тут покруче, честное слово. Вы зайдёте на сайт и посмотрите. Сайт называется Металл Мастер. Найдёте. Вы все знаете, как искать. Теперь мы смотрим. Мне он понравился. Он очень простой станок. Смотрите, друзья. Вот я его показываю ближе. И заметьте, что самое интересное. Фрезы зажимаются. Патроном. Обычным сверлильным патроном. Для меня это гуд. Я считаю, это проще гораздо. Ну, похоже, для... Есть цангами через верх зажимать специальным кручением. Но это вообще америкососы. Это фирма американская. Сделали мудро. Я признаю вот этот лучшим. И я себе приобрету обязательно такого принципа. Понимаете? Три положения, три стороны движения. Сюда движется. Видите, я показываю, поняли, куда? Туда и вверх, вниз. Поняли? И ещё. И вот здесь двигается консоль этого сверлила. Представляете? И здесь вот поворачивается. Ну, друзья, это супер станочек. Я вам честно говорю. Если кто-то задумает брать такой станок, берите. Я, по-моему, не против. Ну, ладно, друзья, вот фрезер я тоже выбрал. Значит так, друг, запишем. Тут 158, ну, мы запишем 170. Окей? Потому что, может, ещё какие-нибудь прибамбашки понадобятся. Так, фрезер мы выбрали. Надеюсь, тебе понравится тоже. Потому что я лично в своём будущем не собираюсь крупные детали фрезеровать. Но у него ход консоли, ну, стола, хороший, нормальный. Здесь можно кое-что развернуться и серьёзное сделать. Посерьёзнее моих зажигалок, которые я собираюсь фрезеровать и делать. Большой станок, он неудобен в работе. Я люблю на маленьких работать. Потому что я сам маленький. И станок около меня должен быть маленький. Но если, друг, вы большой, то берите гроб себе. Ой, фразите. Ну, у нас-то, говоря, и бывает иногда, мы станки называем гробами. Как и водители своей машины. Ну, извините, друзья, за мой плоский юмор. Идём дальше. Не пугайтесь, друзья, но я покажу вам вот этого урода. Вот он, этот уродец называется гильотинка. Смотрите. Я её обязательно буду покупать. Значит так. Слушай, мой друг, цену я запишу 25. Потому что она 20 стоит. Ну, я... Цены-то растут, блин. Ещё как растут. Ну, вот их-то много вариантов гильотин. Ну, я себе вот такую приобрету. Так. Много о ней не буду рассказывать. Просто скажу, что для точилы универсального, который будет делать зажигалки универсальные, нужна гильотина. Нужно листовое железо резать. Оставляете? Это очень нужный инструмент. Всё. Идём дальше. А это вот, друзья, вот этот вот механизм хитрый. Для точилы. Главный. Потому что это точила для заточки листов. И я бы вот вам... Ну, в общем, от 6 тысяч, если меньше. Я среднюю выбрал вам показать. 6 тысяч. Итак, друзья, смотрите. Я бы вам посоветовал брать с двумя, с двух сторон. Понимаете? Можно два разные зерничности поставить, да? Для грубой обработки, я вот, к примеру, показываю. И для чистой. Чистовой. Точной. На этом лесце не обязательно токарю покупать специальные лесцы. Точилы. Для заточки листов, для заточки свёрла отдельно. Нормально точила. Всё сделают и на вот на этом, на простом. Представляете? Так что, друзья, пишем, точила. 10 тысяч ещё прибавим. И вот, друзья, я всё. Я почему не написал сверлильный, хотя там есть, можно кто-то кому-то, но у меня, поскольку фрезерный, вот, который я вам показывал, он такой универсальный, и с патрульным, патрульным сверлильным, да, то я буду сверлить и обязательно на нём сверлить, понимаете. Я вот на пароходе, когда работал, я на сверлилом, который у меня было навесное на докатом станке, потому что это спецстанок комбинированный для морского пользования. Но я больше пользовался фрезером, на фрезере сверлил, вставлял, у меня был специальный патрончик, я быстренько его вставлял и бац, бац, потому что там вибрации меньше и зажать деталь проще, надёжнее. Вот всё, друзья, и теперь я вам показал основное, то, что нужно. Итак, друзья, я вам показал самое основное для начала, понимаете. Итого, друг мой, сейчас мы, я ещё не прессовал, посмотрим. 300 плюс 170 и 25, это будет 500. Короче, пол лимона, грубо, пол лимона мне надо на вот это. И я, друзья, я заработаю. Я не расстраиваюсь, я заработаю. В интернете заработаю. Если вы мне хотите помочь, я же сказал, деньги я не буду брать. Не надо. У меня сейчас блок я сделал. Представляете, я всем рассказываю о судьбе города Владивостока, о своей судьбе в городе Владивостоке. Представляете, я там рассказываю, показываю ролики. Короче, он у меня будет длинный. Ещё сколько лет проживу во Владике, столько лет и буду вести этот блог. Я там много чего показываю. Владивосток город интересный, во-первых. Для тех, кто не был, ещё интересней. С этим. Мне он, правда, надоёл. Я не скрою. Я хочу в Омск. Да не сам город, я в деревню хочу. Я всю жизнь хочу в деревню. Во мне проснулись гены моего деда, а гены моего прадеда, который был моряком, я уже рассказывал, напомню. Короче, у меня мой прадедушка ещё в те времена, он родом из Польши. Но я не поляк, ни в коем случае, какая я в чёрту пшеколка, видите, я истинно русский фейш. Нос у меня пшу. Нормальный. Короче, дедушка мой, в то время ещё поляк, когда Польша входила в Российскую империю, да будет вам известно, если неизвестно, зайдите в интернет, там точно будет сказано, когда Польша вышла из России. Ну ладно, я про поляков сейчас не буду, я русский. Вот мой прадед отслужил 25 лет на Черноморском флоте, представляете, ему царь, тиран, дадон в награду за службу ему и отечеству. Мой прадед до боссуна заслужился, а боссуна это большая должность на корабле военном. Короче, дал ему участок земли в Сибири. Вот, куда я еду жить, деревья, это место, оно называется, там морковская заимка, оно будет расстояние примерно 20-25 километров от меня. Но я, друзья, из исторической справедливости не буду требовать у этой клиптократической власти положены мне от Бога и от моего прадеда кусочки земли. Я не буду, не надо. У меня папа с мамой оставили участок, я владелец, латифундист российский. Вот, на этой территории я и буду строить свою мастерскую. Понятно? Я там и дом еще хочу строить. Я котломан-то вырвал, я вам кино показывал. Итак, друзья, у меня будет мастерская, жить мне еще 39 лет. Я буду приносить пользу окружающим деревни, точить всякую фигушку. Деньги я брать не буду, я же сказал. Я по принципу кузнеца буду работать, друзья. Я тебе вытачил пиздюлину. Ты мне дал пару огурцов или 10, договоримся. Или картошки, чего-нибудь. Я садить сам не буду. Я же хоть и крестьянин по натуре, но я и не умею, и не хочу этим заниматься. Сельское хозяйство для меня неприемлемо. животное тоже. Я мясо мало ем. И то не всякое. И так значит я буду зарабатывать себе натуральное хозяйство я буду вести, обмен. Понимаете, я и буду делать зажигалки. Это я сто процентов, я очень люблю зажигалки. Нельзя смеяться, пистолеты я не буду делать. Я сделал посидел, отдал долг родине за свою лопасть. И больше не буду. А зажигалки буду делать. И вообще я люблю конструировать, друзья. Я страшно люблю конструировать. И когда у меня будет мастерская, я буду много-много чего конструировать. И все вам показывать. Представляете, вдруг вы тоже захотите. Понимаете? Ну все, друзья, я кино вам снял, а как понравится вам фильм или нет, я не знаю. Все, друг, я твою просьбу выполнил.